Девушки отдыхают Я получаю от вас только какую-то небольшую свечу. Почему я так ощущаю? Я это объясняю так? Да, вы мой учитель, у вас есть все света, вся трапеза. Я получаю от вас только небольшое свечение. А кто виноват, что так происходит? По ощущениям, по вопросам, по материалам. Каждый вопрос, который вы получаете, вы останавливаете, говорите, потом мы еще к этому придем и так далее. Я хочу, чтобы вы сами пришли. Ну, дайте нам немного. Вы были 12 лет с Рабашем, и он дал вам весь Талмуд Десяти Сверот, всю книгу Зор. Я более чем 12 лет, а вы ни разу с нами не прошли Талмуд Десяти Сверот полностью. А Рабаш дал вам все за 12 лет. Почему вы не можете дать мне тоже? Посмотрите, что происходит в мире. Творец уже все, он все разбивает. Он относится к нам как к взрослым, а вы относитесь ко мне как к ребенку в первом классе. или Творец, пусть относится ко мне как к вы, или пусть относится к нам как к взрослым. Есть разница между тем, как относится к нам Творец, как к вы относитесь. Вы говорите, что ты еще маленький, ты еще не готов. А Творец относится ко мне как к взрослому. Посмотрите, что он делает. А у нас нет келим, нет оружия, чтобы с этим справиться. Вы должны дать нам это оружие, чтобы справиться с этим. Тебе не хватает молитвы. Молитвы. Я молюсь, я обращаюсь к вам с молитвой. Нет, нет, ко мне, нет, нет. Тебе не хватает молитвы. Взять с собой вместе с товарищей и обратиться к Творцу. Нет, вы видите, они говорят, как прийти на трапезу. Я больше слушать ничего не хочу. Это условие. Если ты подстроишься, у тебя все получится. Нет, не получится. Вот и все. А твои претензии всегда к кому-то. Ну, что тут делать? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!